Здравствуйте! Ну, я не буду все эти предисловия. Томск, Башня, Лунев. Совсем недавно, пару недель назад, я выкладывал рассказ о текущих работах. Это видео не набрало такого большого количества просмотров, как предыдущее. Но меня там совершенно справедливо упрекали раз за разом в том, что я редко записываю видео. И я решил немного исправиться и рассказывать о каких-то промежуточных работах, которые сейчас ведутся у меня на пятом и шестом этажах. Одну из этих работ вы наблюдаете прямо сейчас у себя вот на экранах, так сказать. Это вторая стенка перегородки лестницы. Вот эта висящая тетива, на которой держатся края ступенек, расширяющихся в ту сторону. Ну и ниша под телевизор, в которой проброшены провода и внутри здесь, и по бокам для того, чтобы потом повесить здесь акустику, плюс дополнительные розетки. В общем-то, эта перегородка готова уже начисто. У нее все грани заглажены, все выровнено, прошлифовано, все заглушечки установлены и тоже зашлифованы. Они не то, чтобы совсем незаметны, но вот когда ты проводишь рукой, это совершенно не чувствуется. Это вот одна значимая вещь, которая была готова в последнее время. На другой мы, можно сказать, работаем прямо сейчас. Это вот лампочки. Конечно, мой телефон не очень хорошо это снимет, но вы видите светящуюся лампочку, которая врезана в кусок фанеры. Этой фанерой здесь будет сделан потолок, какие-то новые перегородки, и туда будут врезаны такие вот осветительные приборы. Я достаточно долго выбирал, какого типа это должны быть лампочки, какие-то должны быть светильники и так далее. В итоге я остановился на светильниках формата JX53, ну это точнее формат цоколя, вот такие, и минималистичные врезные светильники. Но несмотря на то, что они минималистичные, мы даже их будем разбирать и извлекать из них вот чисто этот патрон JX53. Для того, чтобы лампочки врезались в фанеру, по возможности, заподлицо, без каких-либо ободков, без каких-либо узоров, еще чего-то. Рамки под такие светильники, конечно же, существуют самые разные, но я, как человек глубоко травмированный дизайном, хочу сделать все по возможности без дизайна. А вот прям голый функционал отверстия диаметром 76 миллиметров, в которые установлены светящиеся шайбы диаметром 75 миллиметров, по возможности ровно, по возможности без перегревов. Это, кстати, тоже интересная тема, например, 15-ваттные лампочки такого формата я поставить не могу, потому что они бешено перегреваются. 8-9-ваттные лампочки уже неплохо. В итоге я закупил партию бренда Osram. Я знаю, что он сейчас уже принадлежит китайцам, но как бы и светится хорошо, не пульсирует и, самое главное, не перегревается. А вот на шестом этаже здесь есть всякие очень интересные вещи. Самое такое, чем можно похвастаться, это, конечно, обводы будущей перегородки, которые так красиво и почти без зазоров, а потом, наверное, и совсем без зазоров, обхватывают под углом 45 градусов бревна потолка. Эту перегородку только начали запиливать. Это вот ограждение шестого полуэтажа второго света в башне. Тут еще в черновом виде она, можно сказать, готова. Но вот этот узел, по-моему, я его в прошлый раз даже показывал. Этот узел, это такая перегородка, которая уже сделана окончательно, набело. Мне очень нравится, как она получилась и в итоге примерно так здесь будет сделано и все остальное. Последние пару дней Паша с Денисом занимаются строительством вот этого подиума. Это подиум, по большому счету, только для того, чтобы на нем лежал матрас. Там будет специальная ниша. Он очень высокий, 110 сантиметров. Мне придется под четырем лесенком подниматься, чтобы попасть к себе на кровать. Но мне кажется, что оно того стоило, потому что вот и возможностью стоять на этом подиуме я пожертвовал. Видите, здесь совсем небольшая высота до потолка. И, можно сказать, удобством я пожертвовал ради того, чтобы матрас в будущем располагался на уровне вот этого окна. Из этого окна, например, на 9 мая официально лучший вид на салют, который здесь происходит в честь Дня Победы за рекой. Подиум в будущем будет доделан. Вот эта вот доска, которую вы видите, она будет продолжена до этого угла. И здесь все будет закрыто. Но давайте, если уж я сподоблюсь делать регулярные такие видео, я буду рассказывать о текущих работах и об этом тоже. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. Я, может быть, и правда смогу выйти на какой-нибудь ритм типа одно-два видео в неделю. Спасибо за внимание. И берегите себя. Сидите на карантине. Не выходите лишний раз из дома. Пока.